В самом разгаре декларационная кампания 2016 года, в ходе которой граждане, получившие доходы в 2015 году, обязаны отчитаться об этом в налоговой инспекции по месту жительства. Все налогоплательщики, которые имели какой-то доход, подлежащий налогоблажению, налог из которых не был удержан работодателям, ну что это может быть, да, это, может быть, сдавали квартиру в аренду, да, могли продать квартиру или машину, которая находилась в собственности менее трех лет, имели какие-то дополнительные заработки, с которых налог не был удержан. Все эти люди обязаны подать декларацию в срок не позднее 4 мая. 4 мая, потому что у нас 30 апреля в этом году выпадает на выходной день, поэтому, в соответствии с новым кодексом, крайний срок подачи декларации переносится на первый рабочий день после майских праздников. То есть это 4 мая. Не всегда обязанность подать декларацию и обязанность уплатить налог одно и то же. Если вы продали автомобиль, который был у вас в собственности менее трех лет, то, скорее всего, налог вам платить не придется, потому что, скорее всего, вы его продали дешевле, чем покупали, и дохода у вас в этом случае не будет. И налога платить, наверное, не придется, еще раз повторю, но декларацию все равно подать будет необходимо. Для удобства налогоплательщиков на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы России разработаны сервисы, воспользовавшись которыми, можно узнать любую интересующую вас информацию. На сегодняшний день услугами личного кабинета пользуются 18 тысяч жителей города. И те, кто это сделал, они могут вообще никогда в инспекцию практически не приходить. То есть и декларацию можно подать в электронном виде, прямо в личном кабинете. Сделать это не просто, а очень просто. Некоторые думают, что там какие-то сложности, да. Так вот, запомнить декларацию на бумаге значительно тяжелее, чем сделать это в интернете. Там есть пошаговая инструкция, которая вам будет выдавать подсказки. И, кроме того, там будут только те листы, которые необходимо заполнить. То есть листы, которые лишние для вас в данном случае, вы их просто не увидите. Если вы не подключены к личному кабинету и по каким-то причинам не хотите этого делать, можно скачать бесплатную программку, там же на нашем сайте www.налог.ру для заполнения декларации 3НДФЛ. И тоже достаточно просто все это дело заполнить. На граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, стандартных, социальных, имущественных при покупке жилья, установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в течение всего года. 15-16 апреля у нас будет проходить такое мероприятие, как называется Дни открытых дверей. То есть в эти дни мы будем оказывать наши услуги в расширенном формате. У нас будут дополнительные консультанты в зале, которые будут помогать налогоплательщикам. Мы всегда стараемся помогать, но тут уже будем в более расширенном варианте. Итак, это будет 15 апреля с 9 до 20 часов и 16 апреля в субботу с 10 до 15 часов. В эти дни каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по предоставлению налоговой декларации. Субтитры создавал DimaTorzok